С самого утра в Вильнюсской мэрии шумно и нарядно. На первом и втором этажах муниципалитета дежурят наблюдатели и члены избирательной комиссии. Каждое помещение помечено табличкой с названием избирательного округа. К 10 часам утра у участков даже образовываются очереди. Ожидаем, конечно, перемен к лучшему. Ждем инновационных решений, деятельных и предприимчивых людей. Ожидаем, что перемены коснутся и сферы образования, и, конечно, жителей более преклонного возраста. Мне было несложно выбирать из партий и кандидатов. Хочется изменений и больших, чтобы к власти пришло правящее большинство. Вот чего бы мне хотелось. Нет, не было сложно выбирать. Определился. С надеждой на лучшее, с ожиданием крутых и позитивных поворотов в судьбе государства на участки приходят как молодые люди, так и пенсионеры. И правильно. А кто, если не мы, говорят граждане? Ждем молодых людей, инициативных, которые предложат инновационные решения, особенно это касается науки и образования. Сейчас тоже все в порядке, но молодежь хочет, чтобы внимание властей было обращено на семьи. Вы посмотрите, какая эмиграция. Я сама выезжала на заработки за границу, но потом вернулась в Литву. Патриотизм. На вопрос, а легко ли сделать правильный выбор, найти ту партию, которая будет защищать интересы граждан, избиратель ответила, что выбор будет сделан в самой кабинке. Я на самом деле еще не определилась до конца. Хотя есть два варианта, две партии. Но я думаю, что когда мы войдем в кабинку, будет легче выбрать. Вера в чудо и изменения в государстве таится не у всех избирателей. Ну, Литва станет такой, какой ее выберут избиратели. Вы знаете, я уже в таком возрасте и могу сказать, что я в последнее время перестала понимать, что происходит в нашей политике. Я-то знаю, за кого буду голосовать, но мое мнение такое. Во время предварительного голосования избирателям выдается новый документ – лист предварительного голосования. Лист нужен для электронной отметки избирателя. Избирком ввел данный документ в процесс выборов, как дополнительное средство, обеспечивающее прозрачность выборов в парламент. Сегодня и завтра проголосовать можно с 8 часов утра до 8 часов вечера. Ирина Высокович, Мартина Свитбеллис, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова